Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 427-е упражнение. Прочитаем задание. Спиши предложение. Найди и обозначь главные члены, если среди них однородные. Давайте с вами выполним. На горе высокой дуб растет могучий. Дуб что делает? Растет. И над ним несутся бури, громы, тучи. Что делают? Несутся что бури, что громы, тучи. Вот зима пришла серебристая, белым снегом замела, поле чистое. Улыбнулись сонные березки. Березки что сделали? Улыбнулись. Растрепали шелковые косы. Что сделали? Растрепали. Вернемся к заданию. Покажи графически, какие члены предложения однородные. Итак, как в образце львы и тигры приручаются. Дальше найдем с вами однородные подлежащие бури, громы, тучи. И составим такую схему. Несутся бури, громы, тучи. Далее, зима пришла. Обозначим значком однородности. И замела. Пришла. Отобразим схему запятую. Замела. Улыбнулись сонные березки. Обозначим значками специальными. И составим схему. Улыбнулись березки. Растрепали шелковые косы. Прочитай предложение с однородными членами. Не забудь об интонации перечисления. Давайте прочитаем. И над ним несутся бури, громы, тучи. Вот зима пришла серебристая. Белым снегом замела поле чистое. Улыбнулись сонные березки. Растрепали шелковые косы. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.